Разметка на трассе Апатиты-Кировск будет нанесена в сентябре. На перекрестке у спорткомплекса «Атлет» появится светофор. Эти и другие планы обсудили сотрудники областного министерства транспорта на выездной коллегии в Апатитах, которая прошла 31 июля. Как будем ездить, выяснил Антон Рассказов. С момента последнего заседания областной коллегии по транспорту в 2011 году в Апатитах работы проделано много, отмечают региональные специалисты. За три года количество дорожного полотна, не соответствующего ГОСТу, с 80% снизилось до 50%. В планах к 2017 году эту цифру еще понизить до 37%. В 2015 году запланированы ремонты улиц Космонавтов, Козлова, Ферсмана и Фестивальной. Что касается ближайших перспектив, то главное – это продолжение улиц Ленина до храма новомучеников и исповедников российских. И установка светофора на перекрестке у спорткомплекса «Атлет». На это требуется 34 миллиона рублей. Еще один немаловажный вопрос – увеличение платы за проезд на общегородском транспорте на внутригородских рейсах не предусматривается. Цены останутся на прежнем уровне. На трассе «Апатит» и «Кировск» появится 4 радарных комплекса видеофиксации. Главная новость – разметка на трассе между двумя городами появится уже в сентябре. Жесткое поставленное условие, что до 15 сентября должна быть разметка. Должна быть разметка, значит, должно быть нанесено светящее покрытие для того, чтобы водителям было видно. Также участники коллеги обсудили вопрос о большегрузах на апатитских дорогах. Основная масса фур и грузовиков ездит через промзону, где шоссе федеральное. Однако частично маршрут транспорта проходит по муниципальным дорогам. И тут возникает вопрос, может ли это стать еще одной статьей доходов местного бюджета. Областные чиновники сказали, что об этом подумают, потому что интерес тут обоюдный. В ближайшее время такое совещание проведем с приглашением вот этих предприятий. Ну и, соответственно, уже попытаемся более предметно с ними поработать. Сравним те данные у нас, сколько заявок было подано нам или в муниципалитет. И сколько по факту переводится от грузов. Соответственно, при сравнении этих данных будет понятно, соблюдает ли предприятие требования законодательства, либо нет. Потому что понимаем, что любое превышение нагрузки на ось, это дополнительная нагрузка на дорогу. Ну, соответственно, сокращение срока ее службы. Кстати, вы знаете, комиссия не случайно проходит в апатитах. В 2015 году в Кировске завершается строительство гондольно-кресельной канатной дороги. Предполагается, что после этого значительно повысится туристический поток в наши города. При этом основной пассажиропоток проходит через апатиты, так как там расположены вокзал и аэропорт. Поэтому очень важно качественно отремонтировать внутригородские дороги, а также трассу до Кировска.